Буквально за полчаса у нас на столе ароматные, вкусные, хрустящие, пышные пирожки. И все это благодаря тому, что у нас есть такой рецепт теста, который называется 5 минут. Привет всем! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео приготовим очень вкусный обед для всей семьи. Это будут пирожки. И самое главное, это не пирожки, а тот рецепт теста, который я вам раскрою. Это тесто дрожжевое за 5 минут. Действительно 5 минут и можно уже работать с дрожжевым тестом. Из такого теста прекрасно получаются пирожки, например сосиски в тесте, пироги, что угодно. Можно на таком тесте жарить на сковородочке, а можно запекать в духовке. Все, что мы делаем из этого теста, получается нежным, воздушным, пушистым, идеальным. Давайте начнем приготовление пирожков из этого теста. Для приготовления теста нам понадобятся следующие ингредиенты. А это мука 500-550 грамм. Понадобится подсолнечное масло 3 столовых ложки, 200 грамм кипяченой теплой воды, а также 200 грамм крутого кипятка. Дрожжи. Сегодня использую сухие дрожжи 7 грамм. 1 столовая ложка сахара, пол чайной ложки соли. Для начинки нам потребуется фарш. У меня в данном случае свиной фарш, пол килограмма. Луковичка, одна большая или две маленьких. Я их пропустила через блендер, можно через мясорубку. Одно куриное яйцо среднего размера, соль и перец по вкусу. Также в начинку я буду добавлять зеленый лук. Один маленький пучок. Так как тесто у нас называется 5 минут, начнем не с теста, а из фарша. Будем делать начинку из фарша. Для этого в глубокую сухую миску мы отправляем фарш. К нему соль, перец, а также сюда отправляем лук. Я помыла, обсушила пучок зеленого лука. И теперь мелко его нарезаю и добавляю в начинку. Нарезанный лук отправляем в миску. И замешиваем фарш. Я это делаю ложкой. Яйцо нам понадобилось, чтобы скрепить фарш. Одного яйца будет достаточно для того, чтобы скрепился фарш. А теперь займемся приготовлением теста. В глубокую сухую миску выливаем 200 мл теплой кипяченой воды. К воде добавляем сухие дрожжи, сахар, соль и подсолнечное масло. Все это размешиваем рукой. Вот так. А теперь будем вводить муку. Я беру ситечко и через ситечко пропускаю муку порционно. У вас может пойти муки чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Например, 500 грамм или 550. Посмотрите, у меня в руках находится 200 мл кипятка. Вводим в тесто кипяток, не бойтесь. И сразу же быстренько ложкой замешиваем тесто. Сначала в миске, а потом можно это делать на коврике, медленно подсыпая муку. Тесто должно получиться эластичным, нежным и не прилипающим к рукам. Тесто я замесила. Посмотрите, получилось эластичным и мягким. И не прилипает к рукам. Я раскатала его в колбаску. А теперь делю колбаску на равные части. Приблизительно 50-55 грамм. Отрезаю. Сейчас посмотрим. Вот приблизительно на такие колобочки нам нужно разделить тесто. Делим. В итоге у нас получилось из теста 18 равных колобков. Беру один колобок и с помощью пальцев вот так растягиваю тесто. К серединку теста ставлю столовую ложку начинки. И с помощью пальцев защипываю. Делаю пирожок. Обычный пирожок. Вот по такому принципу я делаю пирожки. И со всех колобочков. И вот так пальцем прижимаю. Мы находимся возле плиты. Сейчас будем жарить пирожки. На раскаленную сковородку выливаем подсолнечное масло. Убавляем огонь до ниже среднего. И ставим пирожки сюда в полсолнечное масло. Я ставлю 3 пирожка. Жарю на медленном огне. Где-то по 3 минуты с каждой стороны. Прошло 3 минуты. Переворачиваем пирожки с помощью деревянной лопаточки. И еще жарим 3 минутки. До румяной золотистой корочки. Буквально за полчаса у нас на столе ароматные, вкусные, хрустящие, пышные пирожки. И все это благодаря тому, что у нас есть такой рецепт теста, который называется 5 минут. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Будь то пирожки, будь то это сосиски в тесте, пироги с разными начинками. Все получится вкусно и аппетитно. Понравился мой рецепт? Ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные новогодние видео. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...